Погодите-ка Пока не начали, могу я кое-что сказать? Спасибо, что правильно выставили время оба раза, что запускали игру Тварь, ты уже начинаешь, да? Многие относятся к этому как-то несерьезно Оставляют часы на 12 и торопятся дальше А вы потратили время, чтобы выставить часы И я это ценю Это говорит не о том, что вы играете внимательно Что для вас важны детали А я ведь даже не знаю, правильно ли вы время выставили Черт Знаете что, давайте договоримся Я вам так доверяю, что при следующем запуске игры Просто выставьте на этом экране свое любимое время Выбирайте любое время Даже если оно неправильно Вы заслужили А теперь можем вернуться к игре Погодите, погодите Я специально вышел из игры Чтобы посмотреть, что будет Ведь, как вы догадались Некоторые из вас Что я записываю эту игру прям вот махом Сразу Вот когда вы писали в предыдущих выпусках, что Юджин походу уже всю игру прошел Я прошел ее, вот я до сих пор прохожу ее, понимаете? Прямо сейчас На мне та же самая футболка Та же самая, желтая То есть я прохожу Вот все эти часы, вот все эти выпуски, которые сейчас выходят Я вот за один присест Вот видите, только что вышло видео про 10 фактов о ведре Предыдущее видео, которое вот я прям сейчас записываю Махом одним Вот, например, Fast Team Loppet пишет Похоже на то, что Юджин все прошел давным-давно Да, и я вот сейчас записываю все Махом я и сказал И я подумал, что я ни разу еще не выходил из игры Надо бы выйти и зайти снова И там мне показало, что надо снова выставить время Я его выставил, вот Хочу сейчас еще раз выставить время Как мне захочется Игра должна меня за это наградить Пожалуйста Разработка Вороны, вороны, вороны Сценарий Davey Redden Введите текущее время Вот, все, давайте введем, которое я хочу Я не могу выставить свое любимое время Знаете почему? Потому что здесь 12 am, pm Это западный вариант времени Тут нет 14 часов, например Отсюда обида Ну давайте попробуем по-другому Мне нужно Два часа Вот мое любимое время Ах, эти 02.20 am Ваше любимое время Или вы не смогли удержаться И снова выставили правильное Я ведь знаю, как вам нравится Выставлять точное время Теперь мне интересно Точно ли сейчас 02.20 am Тут нужен еще один ползнок Насколько точное время 02.20 am Я могу Врать сейчас игре Но она меня спалит Она же точно знает Сколько сейчас времени у меня Точно Вы знаете Не важно, насколько точно Вы выставляете часы Мне просто нравится Выбирать настройки Я больше узнаю о вас И о том, какие настройки Вы предпочитаете Приятно собирать данные Вот бы нам еще ползунков Но кажется У меня все кончились Хм Может быть я придумаю Новые ползунки Чтобы больше о вас узнать Дело плевое Сейчас накидаю Пару новинок К следующему запуску Игры должны быть готовы Окей, хорошо Ты меня просто провоцируешь Играй Я просто хочу посмотреть Что ты там Уготовил для меня Давайте 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 Играем Играем Запускаем игру У меня горлышко Немножко болит Я сегодня, скорее всего Буду очень такой Знаете, сиплый голос Вам демонстрировать И насиловать ваши уши Поэтому сразу извините меня Пожалуйста Перетащите ползунок Пока компьютер Не будет едва виден Но тогда и мой компьютер На котором я сейчас записываю Вот сходу Все выпуски по этой игре Тоже будет едва виден Не знаю Хорошо Супер видный Тащите ползунок Пока кошка с собакой Не подружится Погодите Не факт, что они подружатся Они могут просто начать драться Собака может загрызть кота И кот А, нет Сердечко появилось На туда Все окей Три сердечка Они очень подружились Давайте еще Тащите ползунок Пока цифра 5 Не станет девяткой Оу Стоп Вот же девятка Аа Или Девять Или Найн 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 Я не знаю Вот так Я получил приз Тащите ползунок Пока меню не поменяется Оно не поменялось Какое из двух этих выдуманных слов Нравится вам больше Окумбинка И скрумтуш Скрумтуш мне нравится Но я думаю Мне нравятся оба Не перетаскивайте Пузынок Хорошо Не трогай Оп Подскользнулся Извините Вы знаете Вы знаете Сколько сейчас Времени Да Сейчас действительно Столько времени Сколько я знаю Что Сейчас столько Времени Сколько я знаю Да Что такое Время Да Нет Вы скрываете От меня Какой-то факт Собачка С котиком Да Все Наконец Начать игру Стоп Начать Как-то Начать Продолжить Должно же быть Продолжить Но Это Стэнли Парабел Я не знаю У нее свои фишки Нажмите Чтобы пропустить Что Стэнли Стоп Я пропустить Это Не может быть Как так Я же Играть Играть Подряд Без Стопа Мы же Прям вот Играли И были В яме Мы были В яме Бесконечной Игра Что ты Пытаешься Мне доказать Что ты Пытаешься Сделать Я сейчас Буду Клацать Вообще Все Стэнли Ходил По офису Все трогал Но это Ничего не изменило И никак не повлияло На нашу историю Я пытаюсь Повлиять Оп Я выключил Комп Аха История изменилась Комп Выключен Я могу И включить А этот комп Вообще Без включалки Это муляж Это даже Не комп Стэнли Понажимал На каждую дверь В офисе Потому что Он плохо Понимает Визуальные Подсказки Тут На все Уготовано На все Абсолютно Эээ Да Я еще Видел Видел Как Ферамир Писал Что он Что реально Не прошел Игру И сразу Пошел Проходить Ультра Делюкс И поэтому Я не пойду Сейчас На ультра Делюкс А пойду Дальше Потому что Я много Фишек Пропустил Или как Симплмен Возмущается Видите Блин Юджин Зачем Ты подходишь Новый Контент Если ты Будешь Его Проходить Ты не Увидишь Только Крутых Фишек Поэтому Я не могу Я не могу Я не могу Не откликнуться На ваш Зов Друзья И буду Проходить Оригинальный Контент Игру Оригинальную С Старым Не ультра Делюкс Контент Куда Мы Пойдем Мы Пойдем Сюда Конечно Мы Тут Не все Знаем С вами Мы Не все Видели И правда Что Мы Не Видели Что Мы Точно Не Видели Я Помню Как В машине Управления Разумом Я Нажал Кнопку On Вместо Off Вот Оно Что И нам Необходимо Просто Это Исправить Мы Сейчас Это Все Сделаем Я Решил Клацать Все Абсолютно Все Ведь Как Гох Гех Пишет Игра Совсем Скучная Мне Не Зашло Если Первое Виде Заинтересовало Второе Не мясо Не рыба А это Прям Пипец Душно Короче Что Что значит Скучная Гох Гех Это Ты Скучный Перестань Это Писать Это Прекрасная Игра И у нас Видео Классное Рыба И мясо Все Это Есть Не этот Комментарий Я хотел Прочитать А другой Комментарий Более Содержательный Слепнот Пишет Блин Че писать Играем Дальше Хоп 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 Опа Дверца Открылась Стэнли Зашел В подсобку Но там Ничего Не было Поэтому Он Развернулся И пошел Дальше Стоп Здесь Точно Что-то Есть Я тут Запрусь Тут Что-то Есть Метла Есть Там Ничего Не было Ни подсказок Ни потайных Ходов Просто Пустая Подсобка Он уже Врет Оставаться Смысла Не было Он врет Ведь тут Есть Она Не пустая Видите Тут Много Предметов Что-то Здесь Мы по-любому Должны Что-то Видите Удивительно Что Стэнли Так надолго Застрял В подсобке Он ведь Даже Ничего Не делал Ладно Еще Если бы Там Было Хоть Что-то Интересное Он Буквально Просто Стоял Там Нифига Не делая Нифига Не делая Тебе Даже Не идет Такая Формулировка Ты Такой Интеллигентный Голос Мне кажется Должен выражаться Не делая Ничего Абсолютно Ты Что Все Еще Подсобки Серьезно Просто Стоишь Там Без Дела Зачем Объясни Пожалуйста Я Правда Ничего Не Понимаю Я Не Знаю Что Тебе Сказать Я Просто Жду Что Ты Еще Скажешь Вот Вот Что Я Хочу Тебе Скажи Что Нифиг Ты Ведь Осознаешь Что Тут Даже Выбора Нет Если Б Я Сказал Стэнли Прошел Мимо Подсобки У Тебя Хотя Была Причина Узнать Почему Но Мне Это Даже В голову Не Пришло Ведь Подсобка Абсолютно Не Важна Для Нашей Истории Я Бо И Не Подумал Даже Упоминать О ней Но Тем Не Менее Ты Сейчас Только О Ней Говоришь Может Быть Ты Думаешь Что Тут Есть Сюжетная Развилка Типа Когда Будешь Обсуждать Игру С Друзьями Скажешь А Вы Дошли До Концовки В Подсобке Концовка В Подсобке Моя Любимая Надеюсь Друзья Посмотрят На тебя Как На Психа Ребята А Вы Дошли До Концовки В Подсобке А Нет Стэнли Был Толстым Некрасивым И Очень Тупым Его Наверняка Взяли На Работу По Блату Вот Насколько Он Тупой Или За Взятку А Еще Стэнли Наркоман И Снимает Шлюх А Это Круто Мне Очень Нравится Спасибо Да Я Это Делаю Мне Кажется Я Наконец Понял Что Сейчас Происходит Ты Умер Ты Зашел В Подсобку Осмотрелся И Как Раз Хотел Уйти Потому Что Тут Ничего Нет Но Тут Какая Хворь Отключила Твое Центральную Нервную Систему А Типа Я Сдох И Ты Чтобы Твое Тело Забрали Прежде Чем Оно Начнет Разлагаться Эй Есть Там Кто Нибудь Рядом Человек За Компьютером Умер Он Стал Жертвой Одной Из Ваших Бесконечных Человеческих Ошибок Организма Человеческих Вам Бо Стоило Поработать Над Этим Как Виду Уберите Его Труп И Поручите Другому Человеку Занять Место За Компьютером Только Подберите Того Который Понимает Базовую Механику Видеоигр От Первого Лица А еще Кратко Расскажите Ему О подаче Сюжета В Видео Играх Чтобы Ирония И тонкий Юмор Этой Игры Не пропали Даром Когда Закончите Пусть Новый Игрок Выходит В Коридор О боже Мой Боже Мой Это Очень Круто В смысле Виду Почему Он говорит о человеках Как-то Обособлено Как будто бы Он сам Не человек Ты не человек Ты Ты лампочка Вот кто такой Рассказчик Я понял Он будет что-нибудь еще говорить Оп стоп Мы можем просто нажать Две кнопки мыши И он будет идти Смотрите Я иду Он идет Видите Идет Ладно Выходим А Второй игрок Рад знакомству Хуже чем Предыдущий игрок Ты все равно Не будешь Да Ты уверен И ты туда же Целый биологический вид И все инвалиды Может быть Ты сможешь Передать управление Обезьяне Рыбе Грибу Ты уж сам реши Мне не принципиально Ладно Я подожду Пока ты не захочешь Узнать Что дальше Я стою Я стою Я стою Стою Класс 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 Ладно Выходим Оп Обратно Погодите Я забыл Кое-что В подсобке Ладно Все Кажется Он все Ну ладно Идем Окей Хорошо Все Не буду тебя Мучить Больше Подойдя к лестнице Да Мы все Видели Все Хорошо Перестану тебя Мучить Сюда Я только пойду Туалет Директора Мони 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 Все Он про деньги Свои Вот он любит Деньги Какой-то Алчный человек Не то что я Окей Хорошо Давайте Нам нужно найти Подобрать Точнее Пароль Я не помню его Не знаю его Могу только Просто Вот наобум Наобум Взять такой И подумать Что скорее всего Цифры По-любому Самые популярные Для нажатия цифры Среди всего Человеческого вида Которые они любят Ставить на свои пароли Это скорее всего Где-то Примерно Два Одных самых популярных Восемь Четыре Ну и пять Вот такая Где-то Пятьдесят на пятьдесят Как Как Это я так угадал Дедукция Друзья Включил Включил ее Наша задача Отключить машину управления Разумом Потому что Разумом нельзя управлять Разум должен быть свободен Я считаю Никакой Не свобода Для разума Это у меня лицо Недовольство Недовольство Тем что разум Пролюбит мой Ведь я свободен Я должен быть свободен Я рожден быть свободным Мы рождены с вами Для свободы Свобода Я вынужден сделать склейку здесь Потому что Это очень долго Я не готов ждать Я хочу сразу До того самого момента Как мы будем Возле этой кнопки Включить или выключить Двух кнопок Вот я хлопнул Чтобы склейку сделать Я так На монтаже делаю Если я вдруг понимаю Что надо что-то вырезать Или что-то Пом... Или какую-то Вот я запнулся Вы видели? Сейчас я запнулся И я сделал хлопок Чтобы вы понимали Чтобы я понимал Точнее Чтобы я понимал Вот Давай 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 Открывай 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 Звучит Стэнли А я склейку забыл сделать Открывай Продолжение следует... 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 И этого было достаточно. Все остальное было неважным. Стэнли вышел наружу. Да, мы выходим. Он почувствовал прохладное касание ветра, свободу и бесконечные возможности, лежащие перед ним. Так, Федук, смотрите. Все было именно так, как и должно было быть. Как будто это карта из The Witness, а принцип Таласа. Стэнли был счастлив. Помните, принцип Таласа, карта с Акпидуком старым? Это было оно, кажется. Стэнли был счастлив, вышел в реальный мир. О боже мой, он теперь свободен и счастлив, и может делать все, что захочет. И мы вернулись обратно. Мы все еще здесь. Стоп! Теперь я думаю, нам нужно попробовать не выходить. Остаться. Потому что все эти загадки нам очень интересны. Они загадочны нам. Пока мы идем, зайдемте еще раз в кладовочку, а? О, нет, нет. Нет, только не это. Я в эти игры не играю. Не буду тебя подначивать. Вообще ничего не скажу. Просто подожду, пока ты не поймешь, что хватит уже стоять без дела в этой коморке. Мы не торопимся. А, нифига себе, он даже решил одолеть меня в этом. Он знает, что я захожу сюда только потому, что я хочу послушать, что он будет говорить и поржать. И он такой, нет, все, я не буду даже говорить тебе ничего. И он реально не будет. Короче, не будем слушать его. Давайте сразу. Я же помню код. Два, восемь, четыре, пять. Стэнли так торопился поскорее узнать, что было дальше. Что не давало рассказчику им слова сказать. А ведь спешить вредно для здоровья. Поэтому он выдохнул и послушал спокойную музыку в стиле New Edge. Он обиделся на меня. Он хотел рассказать до конца. Успокоившись и выдохнув, Стэнли не торопясь зашел в открывшийся проход. Он меня наказал. Он наказал меня, потому что он знает, что я, как игрок, уже знаю комбинат. Эта игра все предусмотрела. Все вообще действия. Выключаем. А что если я буду делать одно и то же? Итак, он говорит, что я, Стэнли, вышел. Но Стэнли не вышел, он стоит. Он идет назад. Стэнли идет назад. Но назад прохода нет. Закрой дверь! У них не было плана на этот случай. А что если я... Выйти в меню? И начать игру? Ничего не было! Ничего? Это интересно. Эта игра не всесильна, оказывается. Да, рассказчик? Я смог найти твое слабое место. Я смог найти точку, в которой ты не знаешь, что сказать и не знаешь, что сделать. Не знаешь. Не знаешь. Чувствую себя побед... Победитель. Чувствую себя. Подсобку хочу! Открой мне! Ладно. Ладно, мы все же знаем. Ля-ля-ля, жуткий секрет. Стэнли жмет на кнопки. Вот, да, мы его наскучили. О, гляньте-ка, открылся пароход, вот так сюрприз. Да-да-да-да-да-да. Я этого и хотел увидеть. Вот это вот услышать, что он такой, да, блин, сколько можно сюда ходить. Стэнли, сделай что-нибудь уже другое. Сейчас будем идти делать то же самое. Выходим. Хорошо, он был счастлив в неведении жить дальше, да? Просто жить, плыть по течению. Так скажем. Нет. Все. Ничего не будет. Рассказчику даже нравится, что мы одно и то же делаем, судя по всему. Да значит, что сделаем? Давайте пойдем в дверь другую. Правую дверь. Потому что вы писали, как я уже... Он мне однократно показывал в комментарии, что очень много всего интересного здесь есть. Про переговорную мы уже видели. Туда нельзя, к сожалению, зайти. Эть, эть, эть. Сюда нельзя. Шмек. Поньк. Тыщ. Поймать. Красивая комната. Да, все, идем дальше. Нет. Стэнли пошел прямо. Мы здесь. Мы что-то можем клацнуть здесь. Вот дверь, например. Почему бы там туда не пойти? Стэнли была такая. Был последовал инструкциям. Ага. А вот сюда он хочет. Карточка нужна. Есть карточка где? Кружка. Кто я поставил сюда? Опасно же. Она может разбиться. Вот, например, вниз туда. А вот туда как попасть? Хочу туда попасть. Но я не могу туда попасть. Не прыгайте! Прыгайте! Но в своем стремлении доказать, что он управляет этой историей, и никто ему не указ, Стэнли прыгнул с платформы и разбился насмерть. Молодец, Стэнли. Мы все очень впечатлены. Вот оно как. Встаем на этот лифт. Слушай, Стэнли, ты кажется, что ты неправильно понял. Я не враг тебе. Правда. Так, это же мы все слышали. Попробую вот сюда запрыгнуть. Так. Сейчас. Нужен разгон. Нужен хороший разгон. А, не нужен разгон. Мы сейчас просто упадем вот сюда прямо. Оп. Что? Ты серьезно? Я вообще-то с тобой говорил. Тебе совсем плевать на других? Ты и правда настолько уверен, что я желаю тебе зла? Не знаю, как тебя в этом убедить. Но я и правда хочу помочь. Хочу показать тебе кое-что прекрасное. Дай мне это сказать. Доказать. Позволь доказать, что я на твоей стороне. Дай мне шанс. Нет. А как мне дать тебе шанс-то? Все, я только могу сюда и пойти. Больше никак. Опасность повсюду. О, вот оно. Вот оно что. Теперь мы увидим все, что мы не увидели. Понимаете? Увидим не увиденное. Невиданное, не увиденное. О, боже мой. Дверь закрылась. Стой! Ладно. 2б4, 2б5. Где мы? Слушай внимательно, это важно. Стэнли зашел в красную дверь. Ну, открыл ты мне две двери. Ты мне открыл две двери. Ты не просто так это сделал. Оп! В синюю. Ага, ты, наверное, ослышался. Стэнли зашел в красную дверь. Хорошо, хорошо. Ой, ветер подул. Взаимопонимание у нас не складывается. Стэнли зашел в красную дверь. Зашел в красную дверь. Ладно, я сюда пошел. Я пошел. Синя. Ладно, Стэнли, давай. Тебе так не терпится узнать, что там. Хочешь узнать, что в конце пути, который ты выбрал? Не буду тебя останавливать. Вау. Видишь? Тут ничего нет. Я даже не закончил эту часть карты. Потому что ты вообще не должен был здесь оказаться. Недоделанные комнаты, текстуры торчат. Ты этого хотел? А, да. Стоило портить весь сюжет, который я написал специально для тебя. Ты не думал, что я на него много времени потратил? Драгоценного? Я все без толку. Ведь тебе захотелось на вот это посмотреть. Вот, скажи, Стэнли. Проли свет на свои странные и необъяснимые желания. Как можно было сделать игру лучше? Что ты хотел увидеть? Автомобили? Дерево навыков? Давай, скажи. Ты мне пока вообще ничем не помог. Давай так. Я покажу тебе какую-нибудь свою новую идею, а ты скажешь, что думаешь. Встречайте. Третий вариант. Уже куда интереснее, чем было раньше, да? Давай, Стэнли. Попробуй. Давайте попробуем. Стремная дверь. Оу. Так, пока хватит. Расскажи, нравится ли тебе эта новая версия? Как, по-твоему, игра стала лучше, когда выбор стал шире? Только честно, мне нужна нормальная конструктивная критика. А, вот я был там. Пожалуйста, экспириенс ваш. Но пока, ну, такое. Единица? Я понимаю, у тебя остались замечания. Ты увидел, что игру можно улучшить. С технической и художественной точки зрения. Но единица? Уже не придумаешь. Что мне теперь делать с такой оценкой? Впрочем, ладно, не буду тебя осуждать. Вот, на базе твоего предыдущего прохождения я сделал новую версию. Если честно, по-моему, просто конфетка вышла. Посмотри. Стэнли Парабл, Worldwide Leaderboard. А, таблица рекордов есть теперь. Нормально. Как ты считаешь, таблица лидеров добавила тебе мотивации заходить в новые двери? Только отвечай честно. Чуть не забыл, я тут работаю над одной игрой и как раз сделал демо-версию. Будет здорово, если ты поможешь ее протестировать. Найдется минутка на нее взглянуть? Прекрасно. Загружаю. Хо-хо-хо. В этой игре ребенок ползет к опасности. Офига себе. Ты нажимаешь на кнопку, возвращая его назад. Если он доползет до огня, ты проиграл. Это очень глубокая игра об отчаянии и скуке, которыми исполнена всякая семейная жизнь. Думаю, творческий мир это оценит. Но настоящая суть игры становится понятной, только если играть в нее не менее 4 часов. Так что поиграть 4 часа и проверить работу для концепции. И не забывай документировать свои впечатления. Я хочу, чтобы этот ребенок умер. И кнопка, и ребенок издают ужасные звуки. Бессердечный ты мерзавец. Ты просто ненавидишь детей, или это ты мне назло? Если второе, то я не знаю, что нам делать. У меня идеи кончились. Не вижу ничего, что могло бы лучше твое впечатление от игры. Даже пытаться не буду. Я вас. Я вас. Я все. Закончили. Спасибо за игру. Твой отзыв был очень важен для меня. Но раз уж моя игра была настолько ужасной, может быть сыграем чужую, чтобы стало полегче? Так, что тут у нас? Он очень клевый. Да. Вот это должно сработать. Давай попробуем. Что там будет? Что там будет? Ага. Ага. Как думаешь, о чем эта игра, Стэн? Какая тут предыстория? В чем мотивация? Похоже, ты играешь за странного мужика, который подглядывает за невинными гражданами, засев своей странной башне. Видимо, в каких-то грязных, эротических целях. Да, похоже, так и есть. Какое увлекательное путешествие в мир ментальных девиаций. Мне пока все нравится в этой игре, Стэнли. Но похоже, это еще не конец. Давай посмотрим, что там снаружи. Боже мой! Это же Firewatch! Боже мой! Если вы не смотрели, у меня есть прохождение этой игры. Вот она. Это прекрасная игра. Прекраснейшая. И он взял ее и обесценил только что. Засрал эту игру. А как это? Как так? А можно так делать? Это же прям вот он! Офигеть! Графика такая же абсолютно. Офигеть! Они воссоздали игру целиком и полностью. Прям целиком и полностью! Мы играем в Firewatch теперь. О, нет-нет-нет, нет-нет, не может быть. Что? Ты о чем? Что не может быть? А карта есть? Нет. Это так необычно. Такого я еще никогда не видел. Это суперкруто. Но это так. Это игра с открытым миром. Боже, скорее! Нужно закрыть его! Ох, слава небесам, Стэнли. Чудом пронесло. Ты чуть не ушел в этот... В этот... Кошмар! Огромное пространство. Никаких верных или неверных направлений. Никакого пути. Можно идти куда глаза. Ох, чудом спаслись. Мы выбрались, Стэнли. Надо идти дальше. Сейчас подберу другую игру! Блин, я так хочу посмотреть! Хорошо будет что-нибудь со стенами, с огромными неприступными стенами. Боже мой, что же сейчас будет? Вот. Кажется, то, что нужно. А если бы не играл в эту игру? В Firewatch? Что это? Это Rocket League? Чудесно. Вот этого я и хотел. Огромная коробка, в которую можно в волю набегаться. Тут теоретически невозможно заблудиться. Вот это я понимаю дизайн. Стэнли, если ты сумеешь заблудиться в этой игре, я буду невероятно впечатлен. Офигеть. Так, посмотрим, что тут надо делать. Тут куча машин, но трассы явно нет никакой. Так, я вижу, что там есть какой-то мяч. Это что, спортбол? Стэнли, мне кажется, это спортбол. Как классно. Вместе побегаем. Позабиваем голы из офсайда. Будет просто замечательно. Вот, Стэнли, держи мяч. Дышь. Ой, я начал быстрее бежать. Ой, как быстрее бегу. Все быстрее и быстрее. Мне кажется, ускоряюсь с каждой секундой. Или нет? Оп! Стой. Ты куда собрался? Куда я упал? Бета, 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 бета. Ой, простите. Стэнли, перестань. Мне туда нельзя. Я не смогу помочь. Как ты напишешь историю без меня? Ты же знаешь, что не справишься. Стэнли, вернись. Нам еще столько. Офигеть. Так. Заполнить кабинеты. 64. Вот, теперь я заблудился. А ты говорил, что я не могу заблудиться. В Рокетлик! Где я? Куда я? О, боже мой. 509. 509. 509. 509. Так. Ладно. Здесь страшновато немножко. Здесь очень жутковато. Они не будут делать хоррор из этой игры, надеюсь. Хорошо, что он не стал меня в Outlast пихать. Так, смотрим. 423. О, свет. Хорошо. Хорошо, пойдемте. Пойдемте. У-у-у. А фонарика у меня нет. Мы увидим рассказчика? 427. Стоп. Открыто? Нет. Это наши. И что я должен здесь найти? Могу ли я вообще здесь что-то найти? Или здесь все? Ладно, пойдемте. Интересно, что он нашел? Если он хотел писать сценарий для своей истории, то он, скорее всего, делает это где бы он там ни был. Интересно, доволен ли он своим выбором? И понимает ли, какую цену он достается? Скоро он поймет, что я пытался ему объяснить. Я ему нужен. Нужен кто-то, кто сведет вместе все концы, сплетет смысл из хаоса, страха и сомнений. Это моя роль. Вот почему я важен для этого мира. О, да. Я еще вернусь, это точно. Когда это закончится, когда остановится... Остановится, я вернусь. Конец уже близок. Очень близок. Я подожду. Он говорит так, словно он бог. Ведь именно бог сплетает концы с концами. Придает смысл этому миру. Не только бог конкретный, там, христианский, да? Но и любой. Любое божество. Она придает смысл всему. Мы вернулись, кстати говоря. Алло? Бог? Что если мы еще раз туда пойдем? Мы должны туда сходить. Прежде чем мы пойдем в новый контент... Точнее, вернемся туда. Мы походим еще здесь. Давайте попробуем теперь пойти в красную дверь. Стэнли walked through the red door. Ладно, идем. О, слава богу, ты готов меня выслушать. Теперь ты видишь, я хотел, чтобы ты был счастлив. Проблема в этом вечном выборе. Мы все время бежим за чем-то, чего на самом деле нет. Вечно бежим и не можем остановиться. Совсем как ты сейчас. Разве ты не видишь, что это убивает нас, Стэнли? Я просто хочу остановиться. Я... Мы стали бы куда счастливее, если бы остановились. И мне кажется, у меня есть решение. Позволь, я покажу. А-а-а. А-а-а. Черт, меня дери. Ммм. Ладно, идем. Ммм. Что же мы хотим? Чего мы ищем? Стоп, тут стены. О, я уже думал, сейчас упаду куда-нибудь. Вау. Вот оно. Да. Правда, это прекрасно. Если остаться здесь, в этом месте, в этом самом мгновении... Стэнли, я думаю... Я... Счастлив. На самом деле счастлив. Да, это красиво. Мы должны остаться? Мы можем уйти. О-о-о. О-о-о. Прямо как скринсейвер. Мы в космосе. Это правда умиротворяет очень красиво. Что-то еще будет? Интересно. Словно вот он, рассказчик, смотрит на меня. О-о-о. Нет, постой, ты куда собрался? О-о-о. О-о-о. О чем это мы? А-а-а. Прекрасный момент. Извини, я должен идти. Человек, он такое существо. Он не может. Он не может остановиться. Мы всегда строим эту павилонскую башню. И чем она выше, тем... Менее надежно она становится. И в итоге она рушится, и мы падаем. Что если наша цивилизация дойдет до такого... Ника. О, извините. Теперь ты меня перебиваешь. Если ты себя покалечишь, если умрешь, игра перезапустится. Мы все это потеряем. Так вот. Что если наша цивилизация сейчас дойдет до такого уровня, что она будет как змея, которая начнет сжирать собственный хвост. Настолько она будет огромной и развитой. И в итоге все рухнет, и мы опять в средневековье. А если так, то сколько раз мы уже так падали. И возвращались обратно. Откатывались назад. О, господи. Только задуматься. Прошу, не надо, Стэнли, позволь мне остаться здесь. Не забирай, это у меня. Прошу, Стэнли, задумайся над тем, что ты делаешь. Все, я спускаюсь. Не бойся. А, нет, у меня нет выбора. У меня опять нет выбора. Это же не мой выбор даже. Я не хочу идти сюда, он издевается надо мной. Прощайте. Прощайте. Спиной. О, нет! Ау! Копчик спас меня. Слава богу, ты выжил. Я был и забеспокоился. Можем мы теперь вернуться в ту комнату? Какую? Нет, 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 что ты делаешь? Стэнли, прошу тебя, они забирают у меня. Я не хочу снова стать тем, чем был раньше. Если ты умрешь, мы оба перезагрузимся. Зачем ты это делаешь? Ну, давай. Ох, на бочок! А! Стэнли, давай вернемся в ту комнату, пожалуйста. Для меня. Боже. Тебе настолько противна моя игра, что ты готов раз за разом бросаться вниз с платформой, лишь бы на закончу. Ты буквально готов убить тебя, лишь бы ее не был чуждым. Я правильно понимаю ситуацию. Просто это столько радостей доставляет. Это так весело. Это так весело. Сделать игру просто, да? Одном только монологе. И на действие игрока. Вот это по-настоящему интерактивный experience. И давайте теперь. Теперь на язык. А! Или тебе просто все это покай. Я даже не знаю. Я просто хотел, чтобы мы поладили. Но, видимо, этому не бывает. Похоже, ты все-таки захотелось сделать выбор. Что же он за тобой? О, боже мой, как меня это радует. Не могу, это так смешно. Это так смешно. Это просто величайший юмор сейчас тут происходит. Вперед. А! Все кончено. Мы перезапустим сюда. Я начинаю все заново. Отлично. Прекрасно. Сейчас я попытаюсь вас обмануть. Скажу, что мы пойдем дальше, но и видео резко прекратится. Вот такой у меня план. Но дело в том, что вы уже видите эти конечные заставки. Поэтому я не смогу вас одурачить. Что типа я... Давайте идем дальше, а видео заканчивается. Потому что вот они, заставки уже. И вы кликните сейчас на какой-нибудь из этих видосов. Либо на плейлист весь Стэнли Параба, чтобы посмотреть. Либо на подписку. Вот здесь где-то будет. Нет. Но я попытаюсь все-таки, раз замышлял. Короче, идем дальше, друзья. А, вот. Он продолжает. Он продолжает говорить. Уже что-то новое, правда. Сейчас он хочет, чтобы было так, как он хочет. А именно, мы должны прийти в переговорную. Увидев две открытые двери, Стэнли вошел в левую. Давайте посмотрим на переговорную. Но тут никого не оказалось. Черт! Он меня обманул!